Привет народ, с вами Варчик. Очень офигенную движуху вы создали под прошлым видосиком. Прям нереально высокие показатели просмотров, продолжительность просмотра. Спасибо вам огромное, вы большие молодцы. Я очень вам благодарен. А сейчас у нас новый интересный видосик, где я разбираю ошибки в присланных вами реплеях. В группе ВКонтакте можете присылать реплейчики, либо писать свой ник под любым видосиком и на вот реплей заливать свои реплейчики. По нику я их найду, посмотрю и потом сделаю видосик, расскажу какие у вас были ошибки. Итак, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно смотрите видос до конца. Полетели. У нас СТРВ-103Б и карта Химмельсдорф. Очень неприятная карта для данного аппарата, поскольку он больше предназначен для того, чтобы с точки наносить тонны урона. Такая вот опорная огневая точка, это значит, что этот танк больше предназначен для дефа. Но на Химмельсдорфе особо негде дефиться, здесь просто позиционка, либо атака. Здесь какие-то там дефы особо нигде неудобны. Поэтому самое удобное направление для СТРВ-103Б это гора. Правильно выбранное направление в начале боя нашим героям это хорошо, но просто выбрать направление это еще ничего не значит, поскольку уже сразу с самого начала у нас имеется ошибка. Ошибка с самого начала такая, что мы приезжаем на удобное для нас направление, но что мы на нем должны делать? Мы в принципе быстрый танк и у Рагу тоже есть еще быстрые танки, которые не светились. Это Шкода Т-50 и Центурион Акшен Икс. Да, у этих танков небольшая максимальная скорость, но они очень динамичны и быстро разгоняются. Также еще не светилась большая часть вражеской команды. Из быстрых танков светился только 90 на ЖД, ну и еще пару тяжиков внизу светилось. Все. Для чего нам нужно было посмотреть в уши команд, когда мы заезжаем на гору? Для того, чтобы понять, что не светилась пару быстрых танков, да и в принципе большая часть команды. Нам нужно было занять позицию возле нижней первой насыпи для того, чтобы просвечивать выезд на гору, чтобы знать, кто на гору приехал и есть ли тут быстрые танки, поскольку они могут заехать, проскочить налево и мы об этом не будем знать. Они могут надевать там кучу беды для нас. Также мы в принципе не будем знать, сколько танков приехал на гору. Может быть здесь сейчас выйдет большая часть команды, а нас здесь, если посмотреть на карту, мы на СТРВ и сзади два тяжика 8 уровня, там ползут и в принципе все. Здесь больше никого нет. Кстати, один тяжик 9 уровня и миль 2. Нам нужно знать, сколько танков едет на гору. Мы быстрый танк, значит мы просвечиваем выезд на гору. Мы занимаем эту позицию. Она для нас важна чем? Чтобы знать, опасно это направление в качестве того, что тут много врагов. Может быть нам надо убежать будет. Если здесь очень много врагов, мы просто берем, нажимаем Х, выходим из осадного режима в походный и просто уезжаем скорее всего на ЖД и разыгрываем это направление. Помогаем союзникам, прикрываем их. Потом задалека пострелял по врагам, выиграл это направление. Мы едем либо в атаку, если это удобно и ситуация в бою позволяет, либо едем дефить базу. Все. Можно еще, если враги на горе задержались и тут долго стоят, можно еще с ЖД пострелять на гору. Это все, чем мы будем заниматься и если на горе очень много врагов и нам надо будет убежать. Но для этого нам нужно изначально уже занять выгодную правильную позицию. Мы ее не заняли. Вместо этого наш герой едет через левую сторону, тем самым он не знает кто сюда заехал. Кучка мусора закрывает обзор и информации никакой у нас не будет. Второе. Зачем занимать именно это место? Для того, чтобы от рельефа стрелять. Наш танк будет скрыт наполовину, нижняя часть танка будет неуязима, поскольку она будет за рельефом и мы сможем наклонять наш танк назад. Поднимать перед, допускать зад, тем самым подставлять НЛД, но оно будет недоступно врагам, потому что оно будет за рельефом. Тем самым ВЛД у нас станет крепче, поскольку в нем будет толщина больше, за счет того, что мы создадим такой вот угол, что враги чисто будут рикошетить. Также еще, если мы посмотрим на СТРВ-103Б, мы увидим, что у него здесь есть лючок. Если мы наклоняем танк вперед, а жопу вверх, то лючок становится более виден врагам, его легче пробить, в него легче попасть. Также ВЛД становится более доступным для того, чтобы пробить, но НЛД становится недоступен, потому что там становится очень жесткий угол. Если мы жопу опускаем, а перед поднимаем, то НЛД становится более доступным, и там у нас находятся баки. Если НЛД пробивают, почти всегда этот танк горит, и это касается и восьмерки, и девятки, и премтанка. Но лючок у нас становится немножко за корпусом, в него тяжелее попасть. И ВЛД становится более бронированным, поскольку угол создается вообще жесткий. Таким образом, уже в самом начале занимается неправильная позиция, меньше получается информации, и также занимается место, на котором этот танк хуже танкует. Он хуже себя здесь чувствует, потому что он будет хуже выживать. Также еще была здесь ошибка, выстрел во время того, когда этот танк едет. Если СТРВ-103Б, СТРВ-9 уровня, УДИС-8 уровня и премтанк СТРВ-1, у них у всех одинаковая вообще просто механика подвески. Если этот танк едет, то пушка у него не поворачивается, поскольку она просто прикреплена к корпусу и стоит на месте. Чтобы пушка повернулась, надо чтобы танк стоял. Сейчас наш герой стрельнул в тот момент, когда танк ехал. Это бессмысленная затея, потому что пушка не повернется. Чтобы быстро повернуть танк, можно иногда на автоприцел брать правой кнопкой мыши и при остановке танк сам довернется. Для чего надо так иногда делать? Иногда, когда я еду, для того чтобы было удобно на ходу, я беру кого-то на автоприцел правой кнопкой мыши, чтобы быстро повернуться. При остановке танк сам начнет поворачиваться в сторону врага. Потом, когда прицел уже приблизится к врагу, я допустим вхожу в прицел, потом правой кнопкой отжимаю автоприцел, выцеливаю зиму зону, жму выстрел, выхожу с прицела. Это все быстро, удобно, приятно, четко. То есть, нужно пользоваться танком так, чтобы вам было приятно, удобно. Для этого нужно знать все его механики, фишки, тонкости и тогда вы будете играть на нем хорошо. Также еще стрелять с x2, этот наш герой будет стрелять весь бой с x2, это очень отвратительно, поскольку стрелять с x2 плохо чем. Очень тяжело что-то там разглядеть, раз, второе. Неудобно целиться, выцеливать именно четко уязвимую зону, а если нет четкости, то стрельба уже становится конченной и она становится не такой результативной. Также у нас имеется 18 фпс, что добавляет нам лагов, дерганности, неплавности. Это еще ухудшает нашу стрельбу. Вот мы уже имеем целую кучу ошибок, кучу того, что нам мешает. Поэтому мы стреляем плохо, потому что стреляем с x2, стреляем неудобно, стреляем неправильно и еще мы делаем то, что нельзя. Я уже объяснил, когда мы танк наклоняем вперед, лючок становится для врагов более доступный. Наш герой наклоняет танк вперед. Да, он там в принципе танкует, но раскрою вам секрет, если бы сейчас в данной позиции игрок не наклонялся ни вперед, ни назад, он бы все равно танковал, если бы ему попадали в корпус. Потому что стрв против мелких калибров очень хорошо танкует. А против нас что? Кайроварнан экшен икс, у него мелкокалиберная пушка, Центурион 7.1, у него стоковая пушка, тоже мелкий калибр. Если бы у Центуриона 7.1 была топ пушка, и он стрелял бы хэш фугасами с пробитием 210, то нашему герою было бы больно. Поскольку в лючке у нас толщина там около 34 там или что-то такое. Короче, если у врага пробитие фугасом 50 и больше, лючок СТРВ-103Б уже пробивается. А что такое пробитие 50 фугасом? Да это вообще почти любой танк в игре. На 9-10 уровне, наверное, вообще не существует танка, у которого бы фугас был с пробитием меньше 50. Даже у объект 140 с малюсенькой пушечкой пробитие фугасом 50. То есть даже объект 140 нас в лючок будет пробивать фугасом. А фугас это даже не ББшка и не говоря, это даже не голда. Это просто-то фугасик малюсенький с любой бушки нас пробивает. Поэтому, что нам нужно на этом танке делать? Прятать лючок. А наш герой делает самую большую ошибку для того, чтобы не выживать. Он показывает лючок еще сильнее врага. Также он еще плохо стреляет. Ну и плохо занимает позицию. Я уже объяснил почему. Он не занял позицию в начале боя под кучкой, и не заметил, что Центурион Акшн Х проехал, который мог наделать беды. А если бы еще с Центурионом Акшн Х проехал Шкода Т-50, то они вдвоем бы выехали от башни сбоку, его убили и все. И в начале боя он бы уже сдох. А если бы в этом бою было бы еще больше быстрых танков, то было бы точно хуже. И когда у нас остается 5 хп, мы стреляем в крепкую башню Центуриона. Он выезжает и убивает нас фугасом. В принципе, что я могу сказать. В этом бою было просто очень много ошибок. Всего 4 минуты боя. Неправильное занятие позиции. Нулевая информация собрана по бою, хотя ее можно было собрать и понять, что в этом бою нас ждет и где лучше быть. Неправильное использование танков. Поскольку мы не знаем, что у нас за танк, мы не знаем, где у нас уязвимые зоны, что нам прятать и чем танковать. Также еще неправильная стрельба. Неправильный вход в прицел, неправильное выцеливание, неправильное использование подвески во время стрельбы. Все неудобно, все плохо, мало фпс, все дергано. Х2 прицел, все очень криво, очень слабо. Поэтому результат нулевой. Теперь я вам наглядно покажу, как нужно было и что нажимать, когда мы заезжаем на гору Химмельсдорфа и в каком месте. Когда я еду, я уже заранее понимаю, какой бой меня ждет ближний или дальний, поэтому я уже подготавливаюсь, захожу в прицел и откручиваю тот Х, который мне надо. Потом шифтом выхожу, все быстро, четко делаю. Подъезжаю к этой кучке, нажимаю Х, перехожу в режим, нажимаю автоприцел, чтобы танк наклонился так, чтобы можно было стрелять. После этого мы уже быстро готовы к стрельбе, отжимаем автоприцел и можем стрелять, выцеливая то место, которое нам необходимо. После этого быстро шифтом выходим и с прицела отъезжаем назад, чтобы нам не стреляли в лючок. Также танчик можно наклонить слегонца назад, но слегка, чтобы лючок было меньше видно, потому что если мы сильно наклоним танк назад, мы будем чисто днищем светить, это ну не очень, потому что нас будут пробивать в днище. По факту достаточно просто чуть выровнять танк и отъезжать назад. После того, как мы отъехали и зарядились, мы снова можем выкатываться и стрелять по врагу в то место, куда нам надо и опять откатываться. То есть при выезде можно нажать автоприцел, чтобы танк сам довернул, потом отжать автоприцел, стрельнуть и выехать. Можно и без автоприцела, можно с автоприцелом, как вам удобно. Также еще подскажу, что если вы наклонили танк и зажали правую кнопку мыши, то подвеска замирает в той позиции, которую вы зафиксировали правой кнопкой и можете выкатываться прям вот так. Таким образом в некоторых местах вы сможете сразу выезжать и танковать. Но в этом месте не нужно так сильно танк наклонять, поэтому можно и не зажимать. Спасибо зрителю с ником Альдоран за то, что постоял на горе Химмельсдорфа. Данный игрок спросил меня, почему СТРВ-103Б проигрывает восьмеркам. Отвечаю на этот вопрос, потому что ты уязвимую свою зону, которая имеет толщину 30-40 мм, выставлял врагам на показ и они ее пробивали. Плюс еще было сделано, помимо этого, тонна ошибок. Ну а компьютер уже стоило бы наверное обновить. Это конечно не мое дело, но 13 фпс это ужасно и неиграбельно. Фпс не должен быть ниже 60 для того, чтобы играть комфортно. Если вы играете некомфортно, вы некомфортно входите в прицел, некомфортно вы целите, все дергается, все лагает. О какой вообще хорошей стрельбе идет речь. Мало того, что все неудобно и дергается, так еще и неправильно и неудобно используется прицел и механики World of Tanks. Все это нужно исправлять и над ошибками нужно работать. Какие ошибки в бою я объяснил, как их исправлять в принципе очевидно. Если нет, задавайте вопросы в комментариях. Ну а сейчас мы полюбуемся на толщину брони лючка из ТРВ-103Б. С вами был Варчик, играть красиво, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok